Заходи. Вот здесь доблестные монтажёры нашей телекомпании творят. Творят от слова творчество. Вот это твоё рабочее место. Ещё чистенькое, без напоминалок, замечаний и выговоров. Это что, у вас такой дизайн? Нет, просто наш главный редактор – зверь. Пропустишь чёрное поле – пожалуйста, листик на стенку или на компьютер. Больше пяти напоминалок – добро пожаловать на вылет. А, мне это не грозит, у меня особый подход к зверюкам. Шухер Сашка летит. Кто-то что-то напортачил. Кто интервью монтировал? Кто чёрное поле пропустил? Я. Простите меня. Всё осознал, беседа проведена, меры приняты. Вот. Ой, надо же, неожиданно. Вот видите, учитесь. Так, Миран, всё перемонтируешь и сразу выкинешь в эфир. Вот это да! Он напортачил в монтаже, а мы у него учись. В детстве все мы задумываемся насчёт нашей профессии. Кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то балериной или певицей. Но, согласно опросам, только 9% россиян воплощают свою мечту в жизнь. Насчёт крайне интересной темы мы решили поговорить с жителями краевой столицы. Канал «Капань24» можно вам задать. Ладно, хорошо, не можно, значит не можно. Всё-таки неприветливые. Кем мы мечтали стать в детстве? Мечтала юристом. А кем стали в итоге? А в итоге была военнослужащим. В детстве я мечтал стать стоматологом, но мне это не удалось. А почему? Что помешало? Ну, в итоге я выучился на инженера и стал строителем. Ветеринаром. А кем в итоге стали? Покошенники. Покошенники. Невоспитатели. Я космонавтом, но решил стать барабанщиком. А что помешало? Космонавтом? Да. А, не прошёл по физическим данным. Не знаю, кем я мечтал, я не стал. Я стал другим. Ну, довольно-таки успешным. В детстве я мечтал быть изначально космонавтом, потом хотел стать полицейским. И в итоге ни одна, ни вторая мечта не сбылась. А кем в итоге стали? Я работаю в продажах. Врачом, наверное, не знаю. А кем в итоге стали? Человеком. Могли бы вы дать нам пару советов в выборе будущей профессии? Подождать. Подождать. Не уходить после девятого, а потом может открыться очень много всего. Значит, образование? Осознание, осознание придёт. Нет, вообще, можно и без образования, можно самим свою дорожку протапливать. Просто это будет более долгий путь, может быть. Но зато и интересно. Учитесь, учитесь, ещё раз учитесь. Любить работать. Не работу, а работать. Понимаете? И тогда, куда бы ты ни пошёл, куда бы ты ни попал, там ты будешь. Похоже, статистика подтвердилась. С детства люди мечтают работать в одной сфере, в итоге работают совершенно в другой. Вот, например, я. Я мечтаю стать ведущей. Хотя, подождите-ка, даже уже есть ведущая. Так вот он, тот процент людей, которые осуществляют свою детскую мечту. Я стала ведущей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты зачем себе бумажки на лицо наклеиваешь? Опять ошибочку допустил в монтаже. А напоминалки во второй раз не сработает. Надо что-то новенькое придумать. Ну как вам? Так! Стыдно, мне стыдно! Простите меня, пожалуйста! Так, ты же переделаешь? Да. Переделай. Ты переделаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рано или поздно каждому школьнику придется выбирать себе профессию. Сегодня мы встретимся с теми, кто это уже сделал. Эти ребята победители Junior Skills и Junior Profi. И они точно определились. Джуниор Skills – общероссийская программа для ранней профориентации школьников. В этом классе собрались победители и призеры этого чемпионата. Все они ученики 87-й гимназии города Краснодар. Номинацию, в которой Алексей со своей командой занял второе место, сложно даже выговорить. Фрезерная работа на станках с числовым программным управлением. Для ребят же это дело привычное. Мы сейчас проходим теорию и делаем детали на 3D-принтинге. Получается, работаем в программе, моделируем детали. После этого, как у нас все получится, мы пойдем в машиностроительный колледж и будем вытачивать там детали в более крупных масштабах. На чемпионате задание было еще сложнее за отведенное время выточить корпус блока управления автомата для продажи газировки и шоколада. Ребята справились, причем так, что представители нескольких компаний уже обратили внимание на юных специалистов. Команда Никиты – особая гордость школы. Им удалось в прошлом году занять первое место в другой компетенции – сетевое и системное администрирование. Готовились мы жестко, можно сказать, потому что иногда и до позднего вечера засиживались. Наш наставник Руслан Юрьевич объяснял нам все, показывал, рассказывал. Каждый день мы с ними разворачивали сервера, мы с ними работали в системе Linux, мы с ними разбирали маршрутизаторы, коммутаторы, Cisco. По выходным перед нацфиналом мы сидели здесь в школе и, ну, бывало и по 8 часов мы с ними работали. Руслан Юрьевич уверен, задания на национальном финале были такими сложными, что 70% уже работающих системных администраторов не справились бы полностью. Но именно такие непростые условия подготовки и участия в чемпионате позволяют школьникам найти ответ на главный вопрос – подходит ли им выбранная специальность. А расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занят? В данный момент я настраиваю схему, благодаря которой группа компьютеров сможет, то есть две группы компьютеров смогут между собой общаться, то есть передавать между собой информацию. Герман идет по стопам прошлогодней команды победителей. Стоит ли становиться в будущем системным администратором, уже определился. Ответ – да, стоит, потому что это очень интересно, это очень полезно. И далеко не так сложно, как кажется, с первого взгляда. Если посидеть и разобраться, то потом станет все очень сильно понятно. Всего же в чемпионате 19 профессиональных областей есть и нейротехнологии, инженерный дизайн и даже аэрокосмическая инженерия. Что ж, возможно, в следующем году в списке победителей этих направлений тоже попадут школьники Краснодара. Миран плохой! Миран не выровнял звук! Миран плохой! Миран не выровнял звук! Ну что ж ты так убиваешься? Ну подумаешь, подумаешь, не выровнял звук. Ну с кем не бывает, ну подумаешь. Миран плохой! Вот, отдохни, попей водички. А звук за тебя Эльмира выровняет. Что? Выровняет и выложит в эфир. Одна из самых сложных профессий в мире – пожарный. Мы решили узнать, как эти отважные люди справляются с тушением пожара со времен Екатерины II. Для этого мы приехали на Краснодарскую краевую пожарно-техническую выставку. Сейчас будет жарко. Здравствуйте, Светлана Анатальевна. Здравствуйте, Максим. А расскажите, пожалуйста, как возникла пожарная охрана на Кубани? Сейчас я тебе все расскажу. Первыми пожарными на Кубани были сами казаки. В чем ходили, в том и тушили. Когда одна из землянок выгорает, то оказывается, что ни инвентаря, ни обученных людей нет. И тогда войсковой атаман распорядился в каждом курении завести бочку с водой, готовую к тушению, стоящую на телеге, запряженной лошадьми. И после этого приобретают специальное оборудование, например, вот такой насос завода «Красный факел», который позволял изымать воду из бочки и подавать на очаг горения. Какое еще оборудование использовали при тушении пожаров? Это гидрофор, гидропульт, ведро, малый поршневый насос. Можно покачать. В которой помещали воду в эту часть. Это такой прообраз современного огнетушителя. И эту часть рукава могли направить на очаг горения, производя и такие действия качальщика. В 1906 году в городе Екатеринодаре появляется вот такая многосильная машина. Это гидрофор, насос завода «Густава Листа». Вот вроде бы я работаю с ней очень легко, двумя пальчиками мы его качаем. Но оказывается, для создания длины струи в 40 сажей необходимо было 14 человек для работы с этой машиной. В 1905 году наша Екатеринодарская пожарная команда уже одета в специальную боевую одежду. Появляются куртки, брюки, спасательные пояса и веревки, а также каски городского и дружинного образца. Вот здесь мы можем с собой посмотреть каску периода 1922 года. В ней ходил Александр Александрович Барчевский, руководитель Краснодарской городской пожарной команды. Огромный квартал занимал пожарный двор. В центре была устроена башня Каланча. К ней примыкали караульные помещения, склады, конюшни. И здесь же были бараки для проживания самих огнеборцев. То есть жили одной семьей на территории пожарного двора. В дореволюционный период самым известным историческим лицом в нашей службе был Григорий Данилович Клачан. Именно благодаря его усилиям наша команда была оснащена практически всеми европейскими новшествами. Сегодня мы узнали о жизни пожарных в дореволюционной Кубани. А что было дальше, вы узнаете в одной из следующих передач. Ну, Миран и красавчик. Наша Гримза, вон, даже слов не находит. Угу. Ляп за ляпом в монтаже, а он еще и молодец. А мне вообще за него работать пришлось. Явился, не запылился. Что так поздно? Вов в буфет забежал, бутер купил. Ну, все, это уже выше моих сил. Черный фон, звук, титры. И все это сразу. Это слишком. Виновен. Выговор уже сделан. Вот обеда себе лишил. На, держи. Хотя я со вчерашнего дня ничего не ел. Может быть, не стоит? Стоит. Ну, молодец. Кремень. Перерабатывай ошибки и выливай в эфир. А дай под оброт. А, да, я еще хотела сказать. Надо же, Кремень. Субтитры создавал DimaTorzok